Да, стевия. Вот прекрасный продукт, который позволяет снижать, ну кроме того, что это просто вкусно, да, это не, заметьте, что это не продукт для диабетиков, то есть это продукт для нас с вами, и особенно для детей сладкоежек. Ну кто-то чувствует какую-то в нем горчинку, кто-то не чувствует, я вообще его не ощущаю. Во-первых, он прекрасно тренирует желчь, во-вторых, стевия снимает большинство бродящих гнилостных процессов в кишечнике, то есть коктейль, например, берете воду, хорошего качества туда локла, туда чайную, ну, мерную ложку стевии, и, например, все это потом дело запиваете капсулкой, запиваете, вместе с этим капсулу, например, бифидофилуса. Ну вот, вот сочетание, которое идеально для кишечника. То есть стевия помогает прирастать в бифидофлоре, ну как и локла, да, дополнительно, то есть вот такое сочетание, даже комплексным таким курсом проесть, локла, стевия плюс бифидофлора, бифидофилус, вот, очень прям прекрасненько. То есть человек ощущает вот эту вот легкость. И плюс стевия у нас непростая, вот смотрите, я, конечно, вот восхищаюсь разработчиками, потому что они вот все время какую-то фишечку такую добавят, инулин, то есть это то вещество, ради которого люди морят себя цикорием. Вот инулин, который улучшает функцию печени, нитрата-та-та-та-та-та-та-та, вот он в стевии есть. Все, я не посчитала, что в Японии будет завод по производству неолина. Да, ну вот, как бы важное очень вещество, которое нормализует функцию желчи, печени и, ну там, много чего. Смарт-мил. Ну, тут, ну, комикс, как говорится, да, прекрасная еда, я его обожаю, потому что мне очень удобно его использовать на воде, то есть вода есть везде, а, как бы, простокваша не везде. Соответственно, ну, можно, ну, порцию-то в день можно съесть, две мерные ложки. Две мерные ложки? Так вот, насколько кому вкусно? Я люблю в виде, ну, чтобы вот развезены в концентрации, в консистенции сливок. Ну, то есть вот не очень жидко, но и не очень густо там, то есть где-то на 150 мл воды. Две мерные ложки, они такие вот течет, он как сметанка жидкая такая вот, мне вкусно так. То есть вы можете хоть на пол-литра развести там, как он идет. Ну, дальше пошло семейство солстиков. Солстик-нутришн, солстик-слим. Давайте на этого не будем останавливаться. Солстик-нутришн. Мы даем деткам самого разного... А ничего, это еда. Да, это еда. Но вы можете идти или вот смарт-мил, все-таки вот по цене, по питателям, как вы можете... Чередуйте. Чередуйте. А можно есть. А зачем? А зачем? Ну, это блажь или... да? Без вопросов. Можно. Можете насыпать это для вкусов. Ну, триберн плюс смарт-мил. Да. Да, пожалуйста. Да, конечно. Да, пожалуйста. Да. Да-да-да. Да. Да. Солстик-слим. Значит, ну, по нюансам очень вкусен, кто еще не пробовал, именно в горячем виде, как чай. Да? Потому что, например, солстик-энерджи, он вкусен, можно тепленьким, да, а можно, например, ну, в прохладном виде он даже особый вот вкус немножко имеет, когда на прохладной воде, как будто какой-то вот часть вещества раскрывается, и он, ну, по-другому немножко по вкусу. Солстик-слим мы не даем детям, но он им не нужен, да? Да. Вот. И даже если вы чувствуете, что вы как-то сели за стол и согрешили, в общем, сели что-то не то, вы пиваете солстик-слим, и все это транзитом выходит. А детям вообще полненькие детишки? Ну, вот полненькие детишки, но это все-таки подростки и младшие, там, 10, 11, 12 лет, вот так вот, да? Да, то есть карапузикам школьным, ну, оно не нужно совершенно. А, совсем маленькие детишки? Ну, совсем маленькие детишки, ну, можно там чуть-чуть иногда там. Ну, есть солстик-нутришн, и иногда можно там солстик-энерджи, то есть слим как бы вот. Его можно немножко присыпать там в творог или в йогурт, то есть когда небольшая его дозировочка, и иногда. Солстик-энерджи, тоже с ним все понятно. Если, например, вдруг человек, опять же, гипотоник, упало давление, в сумке только саше наш этот солстик-энерджи, открываете и засыпаете под язык. Ну, прямо дурно стало где-то там, душное помещение, какой-нибудь там очередь в банке ждете, как-то повело вас, да, в какую-то не ту сторону. Вот, или, ну, при себе есть только солстик-энерджи. Я вообще советую по всем кармашкам сумочек, как у меня это сделано, распихать разные солстики. То есть какую бы я сумку не поменяла, да, солстик у меня внутричный или энерджи всегда с собой.